Кисты достаточно медленно растут, ихинококовые, если в большинстве своем. Уникальность нашей ситуации, конечно, в том, что сразу инфицировано значительное количество пациентов. Поэтому, конечно, не исключался в большинстве своем фекально-оральный путь возможного инфицирования. Но, чтобы четко предопределить причины и обстоятельства источник инфекции, здесь расследование будет достаточно продолжительным. Кроме кухни, кроме смывов, нас интересуют факторы еще и внешней среды по обсемененности. Сейчас зима, и нам сложно об этом говорить. Они же выезжали еще у нас и на учение в Поливну в определенный временной интервал. Киста растет медленно, более полугода, пока она дает первичную клиническую манифестацию. Первичная манифестация у первого больного была обусловлена тем, что у него просто наслоилась дополнительная инфекция, на фоне которой это была случайная находка этой кисты. Потом начали активно всех, безусловно, обследовать для того, чтобы четко просмотреть, какова ситуация в целом у всех курсантов, и с учетом этих позиций, участие из них нашли мелкие кисты. Но первое и главное, говорить об источнике инфекции и о конкретном пути передачи на сегодняшний день еще рано, поскольку эпидрасследование еще в начале пути, и оно не завершено. Продолжение следует...